всех приветствую друзья на связи данки в этом видео вам хочу показать неплохой бой на карте водный барьер бой будет москвой играли мы с одним очень хорошим человеком под никнеймом pandora play клан легенды этот ютубер ссылка на него будет в описании обязательно загляните я думаю вам его канал понравится тут прямо шанс то что вам понравится очень высокий необычная реклама так сказать это даже как сказать то короче я его фанат вот так будет проще всего мне очень нравится его видео тут все которым выпускает мне нравится как он комментирует видео не четко поставленная речь он очень сильно старается над качеством своих видео и он один из тех ютюберов кто открыл так сказать новые границы качества выпуска видео он в своих видео применяет иногда 3d анимации то есть там юниты бегают как утери стреляет друг друга советую посмотреть эти видеки в конце ссылка будет по нотации посмотрите обязательно я думаю многим понравится его канал это что-то новое для отвара и для нашего сообщества вот а мы переходим к просмотру реплея пандорам недавно только вернулся обратно в игру у него сейчас пока не очень хорошее понимание что как играть надо недавно был удивлен тем что теперь играть супер оружием это не всегда есть хорошо то что некоторые игроки как он сказал извиняются за то что не применили супер оружие в бою и для него это было шоком так что ему надо сейчас обратно включаться и игру вникать чего здесь происходит какие обновления были какие тактики рабочие какие не рабочие я вижу что он пытается вроде бы как дольта рашить отстроился экономику слава богу 4 цески есть им хочет он пока не понятно что мне поэтому я подумал вначале что сделал викинга вам пока дать мираж то я сделал викингов чтобы потом аллигаторов убивать которые будут идти от напарника игрока которого будут рашить дельтами убиваем разведчиков разведчики видят что я вышел викинги соответственно будут мины торпедной установки аллигаторы с этой стороны видим уже две торпедной установки есть лучше наверх до 2 уровня или нет у желтого игрока непонятно и я понимаю что даже заражить здесь вряд ли как-то получится причем смотрите красный игрок он даже отстроил стандартную пушку готов был даже принимать раш дельт поэтому я принимаю решение не рашить брать оппонентов как изначально планировал викингами просто за счет скорости выхода викинге быстро атаковать нет понял что это не получится потому что я пойду на красного красный может быть и не не сможет удержать напора моего вот желтый упадет поможет и вдвоем они отобьют в атаку а мой напарник вряд ли успеет мне как-то помочь поэтому я решил ладно играем дальше в развитии отстроил себе центр снабжения построил авиазавод играю на гол снабжением добыть у меня 1300 ресурсов то есть хватает на две верфи одна до посидонов будет улучшена другая до викингов вот и решил сделать циклонов чтобы понимать чего там где на море происходит стычка с вертолетом думал что мы ком циклоном смогу уничтожить вражеский вертолет но он правил аллигатор смотрите здесь сопротивление начинает минировать территорию причем достаточно далеко от своей базы так понимаю там все уже в минах и поэтому я решаю сейчас попробовать сблизиться с противником уничтожить мукаймана дальше уже по ситуации изначально хотел разведать циклоном базы своих компонентов но решил тут уже в принципе все понятно чем они занимаются еще ожидаем кречетов с вертолетами аллигаторов и ничем они нас не удивят говорю своему напарнику что надо атаковать желтого красный зафернился он минирует территорию значит он не собирается атаковать значит он потратил ресурсы не на атакующий потенциал значит мы можем вдвоем быстро зарашить желтого то что он по крайней мере не минировался мы этого не заметили и командую своему напарнику что такую желтого пандорам уже успел сделать пятерку викингов и мы начинаем атаку противники явно не ожидали что мы так вот в наглую пойдем в атаку идти вот так уйти и в общем то только сейчас красный начинает сближаться а кстати 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 во вот так вот смотрите как классно да вот первый раз пригодилась мне вот эта настройка с реплеями и не кажется кстати что юниты мелковаты все разворачивается у нас морской бой как видим пока непонятно кто побеждает и проигрывает у меня снизу слева подплывают посейдоны пытаются сбить вертолет вертолет отступает желтый игрок микрит свою армию посейдон уходит чуть назад потому что сейчас они попадут под обстрел торпедной установки и у нас четыре викинга против четырех аллигаторов но нас викинги уже побитым поэтому видно что мы проигрываем в этом сражении посейдоны отправлять чуть назад сейчас надеюсь что мой напарник отправить до заказ плюс у меня там тоже юнит в до заказе скопились рядом с базами вот и я говорю помогая в этой точке сейчас эту торпедку уничтожим ты с помощью своих викингов сможешь продавить нижнюю часть карты мы здесь закрепимся ну и по сути уничтожим желтую базу уничтожаем штаб и вряд ли патент уже что-то сделать торпедку я уничтожаем посейдонов сейчас буду отводить назад потому что по силам понятно что в текущий момент если оставлюсь посейдоны их уничтожат эти три аллигатора у меня еще снизу два викинга идет у моего напарника еще один слева поэтому мне надо очень важно сохранить посейдоны которые у меня есть то что новый производить очень дорого они стоят 380 ресурсов нужны на нем больше как пво мобильная вот и вот мы спасаем все мои спаседоны вместе с напарником викингами начинаем штурмовать вперед идти и как видим все таки мы загнали противника в ловушку он тут думал что спаседонов надо по кромсаю ему а в итоге попадает под обстрел викингов и теряет все свои аллигаторы и вот здесь начинается уже давка количеством то есть противник проиграл основную морскую схватку и теперь он не может накопить достаточно сильный кулак чтобы отбиться то есть мы теперь на заказом просто едем 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 плывем точнее на желтую базу и не отпускаем ее пытаемся пробить до конца не дать противника отстроиться задача закрепиться викингами сделать один большой такой строй поседонами уничтожить верфи вот вступаем в бой тут три аллигатора против двух викингов и четырех поседонов там до заказ идет кстати викинг застрял напарника у меня викинги вообще стоят где-то там посередине на море точку до заказа не стал ставить напрямую в центре повлиялся что аллигатора здесь перехватит мои викинги или же вертолет там вроде как летали красный таки они уничтожены корабли а поставить промежуточную точку я просто как-то не успел постоянно здесь старался контролировать ситуацию на море чтобы не потерять свои драгоценные поседоны как видим желтый игрок отводит свои вертолеты вниз в нем он собирается атаковать желтую базу говорю своему напарнику сделал дельт сказал он для того чтобы добивать желтую базу уже понятно что желтый не отобьется он потерял одувер он потерял 50 процентов производственных мощностей мощностей и поэтому надо молниеносно добить желтого и дальше уже мой напарник дельтами сможет помочь этими же добить красного а я буду дальше производить масс викинги и таким образом продавливать по морю красного такая простая тактика но видим что желтый игрок он такой давай-ка я буду тебя стрелками убивать 5 завод зевсов что ли я какой у меня первый завод ты не уверен вроде как вот это завод 3 уровня кто подскажет тут напишет комментариях но я обычно под этим оранжевым штукам определяю что это завод 3 уровня может быть 2 вроде как 3 здесь продолжаются маски морские сражения а это уже максимальное удаление да а я могу приближаться и отдаляться в максимальном удалении а здесь не могу да да вот это максимальное удаление кстати можно просто включить и не нажимать на эту кнопку несколько раз можно нажимать постоянно так он делал плавника красиво прикольно здесь вертолетики добавили сейчас буду спамить циклонов к напарнику на базу он в принципе сам отобьется у него с этим проблем не будет но вот так можно максимально отдалиться прикольно правда дефекта некоторые видны на карте у берега точки черные я думаю вас даже не видно это а если чуть приблизиться обратно то нормально вот но в общем все победа противники еще будет сопротивляться но сопротивление бесполезно цираться победила а теперь мотаем этого момента когда я пойду в атаку тут отбивается так в итоге бункерами посидонами вертолетики отправлял они даже так и долететь не успели он в итоге сам отбился пандору здесь я иду вперед пробиваюсь что же торпедку уничтожая аллигатор оси которые здесь были ну и как видим флота у меня очень много шансов мы своим оппонентам не оставляем все равно очень хорошая штука в плане пво жаль конечно дорогой юнит мне допустим не вижу смысла в посидоне вообще как в unity кроме как наличие пво потому что проще наверно сделать викингов они универсально эффективны против флота а посидон он против зданий только работает и проще сделать больше викингов и пробить торпедки нежели чем делать наверно посидонов вот одна единственная проблема отсутствие пво а так включаешь морской удары и даже там противника легко достать с этим сам уронил и нет смысла делать посидон ну да там за станешь будешь стрелять на три клетки дальше чем викинг по земле к если противник начинает отстраиваться он еще дальше отстроиться и наплевать ему будет на твой посидона вот это он уже так проблемы а может не проблем может так и должно быть в общем бой на этом завершён противники сдались на автомате решили добить базу красоте чтобы получился реально неплохой спасибо пандорамам за компанию спасибо противникам за то что такое мощное сопротивление дали много флота но видно что этот маневр когда теряться так будет вдвоем одного он очень сильно здесь за решал в итоге желтый игрок смог защититься дай моим еще три минуты на развитие я думаю бой был бы еще дольше и еще жестче но мы этого не допустили о так что да ссылка на канал пандорамам будет в описании в концепт аннотации обязательно посмотрите его видео вам вставлю одно из самых классных которые у него есть и у пандорам тоже вроде какой-то ролик скоро будет на канале на связи был данки и всем удачи у нас у нас Продолжение следует...